Добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Сегодня четверг, 19.00. Значит, то самое время поговорить о криптовалютах и о том, как можно на них заработать. Прежде всего, хотелось бы уточнить, хорошо ли меня видно и слышно, чтобы мы приступили к рассмотрению того материала, который мы сегодня для вас подготовили. Поэтому, пожалуйста, если вы меня видите и слышите, поставьте плюсики в общем чате, и мы начнем. Что ж, отлично, спасибо, да, больше можете не ставить плюсы в чате. Я вижу, что все хорошо, да, в общем, начинаем. Повторюсь, наша сегодняшняя тема, как обычно, это что такое криптовалюты, и самое главное, как на них можно заработать. Как обычно, мы буквально 5-7 минут уделим рассмотрению теоретических основ, потому что я знаю, что среди зрителей есть те, кто пока еще слабо разбирается в данной теме, и, может быть, не до конца понимает, что такое криптовалюты, и чем они могут быть полезны для обычных людей. Поэтому немного совсем на этих вопросах остановимся, и затем уже перейдем в торговую платформу MetaTrader 4, для того, чтобы рассмотреть самые актуальные торговые возможности, те идеи, которые можно будет использовать до конца текущей недели и в начале следующей. И, конечно же, обсудим те новости, которые так или иначе будут влиять на рынок криптовалют в ближайшие дни. На самом деле, довольно много фундаментальных информационных поводов накопилось, поэтому все мы их, конечно же, сейчас обсудим несколько позже. Ну и сразу анонсирую то, что в компании Амаркетс, которая для вас организовывала данный вебинар, появилось довольно много интересных сервисов и продуктов на основе криптовалют. Об этом мы тоже немного поговорим уже ближе к окончанию вебинара. Примерно 45-50 минут мы будем с вами общаться. Вопросы все можете ставить в общий чат, либо в специальной вкладке «Вопросы». На них обязательно я отвечу сегодня, несколько позже. Ну что ж, начнем, как я и отметил, с небольшой теоретической части. Что такое криптовалюта, я думаю, так или иначе вы уже знаете. Это те активы, которые полностью являются цифровыми. То есть мы не можем их, как обычные банкноты, либо кредитные карты пощупать, либо, скажем, на что-то обменять, на какой-то товар, именно в условиях оффлайн, в обычном мире. Но, тем не менее, это универсальный способ платежа и способ переводов между участниками системы. Поэтому, прежде всего, именно для этих целей криптовалюты и создавались. Поэтому, если мы говорим с вами о том, зачем же нужны все-таки криптовалюты, то можно выделить два основных аспекта. Первый, это уже, как я отметил, для расчетов и для завершения платежей. То есть изначально был ряд очень больших преимуществ в системе расчетов с помощью биткоинов и ему подобных активов. В частности, мы отмечаем всегда то, что эти платежи никем не контролируются. Нет элемента регуляции. Кроме того, эти переводы полностью анонимны. То есть можно, наверное, вы слышали такой занимательный момент, что любой пользователь системы и не только может увидеть всю информацию абсолютно по любому платежу, например, сумму либо время, но не видит самое главное, кто отправлял сумму и кому она поступила в итоге. То есть анонимность обеспечивается полная. Да, может быть, в свое время это негативно повлияло на репутацию биткоина. Многие считали его каким-то мошенничеством, либо инструментом расчетов исключительно для криминальных каких-то структур. В частности, в 2013 году был громкий скандал с известным довольно-таки сайтом, на котором можно было покупать незаконную продукцию, оплачивая покупку биткоинами. И в свое время, опять же, в том числе это событие повлияло на ухудшение репутации биткоина у инвесторов. Если вы график за 2013 год посмотрите, то увидите довольно резкое снижение. Там было и банкротство криптобиржи, MT-GOX, о чем мы довольно много говорили в прошлых вебинарах, и вот расследование в отношении этого сайта. Поэтому, опять же, отметим, что прежде всего разработчики задумывали биткоины и криптовалюты как средство платежей, как средство расчетов и для того, чтобы можно было переводить сумму внутри системы. Ну, просто можно провести аналогию с всеми привычными электронными платежными системами, как WebMoney, Яндекс.Деньги, либо Kiwi, например. И вторая функция криптовалют, точнее их назначение, которое есть в данный момент, что это инвестиции и заработок на спекуляциях. Мы знаем, что это одни из самых волатильных активов, если мы сравниваем, скажем, с прочими финансовыми инструментами, будь то акции, облигации, либо, скажем, даже валютные пары, товары. Безусловно, волатильность по криптовалютам зашкаливает, и на этом, конечно же, можно и нужно зарабатывать. Вот это направление появилось несколько, точнее, это цель, да, и это предназначение криптовалют было выявлено несколько позже. Изначально основным способом получения дохода с криптовалют был только майнинг, то есть майнинг – это процесс создания криптовалют на своем компьютере. Ну, можно с разных сторон подходить к этому определению, можно обозначить майнинг как помощь в организации и помощь в функционировании системы биткоина-криптовалюты, получение вознаграждения за то, что вы даете и предоставляете работоспособность вашего компьютера в пользу системы в целом, и за это получаете вознаграждение. Ну, можно его обозначить и несколько с другой стороны, вот то, о чем я уже только что сказал. Не секрет, что в 2008 году появилась первая криптовалюта – это биткоин. Про преимущества в проведении платежей мы с вами уже сказали. И также уже на самом деле обозначили и то, что новые криптовалюты появляются именно в процессе майнинга, то есть в качестве вознаграждения за ту обработку транзакций, которую можно производить на своем компьютере. На самом деле сейчас майнинг приобретает просто неимоверно большой и масштабный оборот. Практически 70% всех криптовалют производятся на гигантских фермах, которые расположены в Китае и в США. И вот тем интереснее наблюдать за тем, как Народный банк Китая относится к криптовалютам в целом. Мы об этом обязательно чуть позже поговорим. И каким будет его влияние на вообще индустрию криптовалют в целом. Не закончится ли это все плачевно. Вот мы с вами буквально через несколько минут уже и выясним. Есть ряд факторов, которые напрямую влияют на резкий рост стоимости биткоина. Точнее влияли в прошлое. Мы оказываем это же влияние в данный момент. Прежде всего мы отмечаем, что количество биткоинов заранее известно и ограничено. Это означает, что спрос может увеличиваться и снижаться. Но независимо от этого предложение будет постоянно сокращаться. Поэтому так или иначе мы будем наблюдать уменьшение количества появления новых биткоинов. И это означает, что будет расти цена по тем, которые уже есть в обращении. Здесь есть один небольшой нюанс на самом деле. Он связан с тем, что биткоин и другие криптовалюты подвержены так называемому разделению. То есть появлению форков. И вот буквально в начале августа мы наблюдали разделение биткоина на две ветки. Кто только начинает с данной сферы ознакомиться, сообщу буквально в двух простых фразах. Следующий факт. Все транзакции, все переводы, которые совершаются внутри системы биткоин или другой криптовалюты, они формируются в специальные блоки и хранятся в этой единой цепочке. Если говорить, опять же, таким максимально доступным языком. И бывают такие моменты, в частности, это было 1 августа текущего года, когда по какой-то причине происходит разделение вот этой единой ветки транзакции на два уже независимых ответвления. И далее у нас начинают функционировать две независимые друг от друга криптовалюты. Вот, например, в компании Амаркетс доступны для торговли криптовалюты эфир и эфир классик. Это как раз-таки следствие того, что было разделение в свое время, произведено одной криптовалюты эфир на две. То есть остался привычный эфир классик и появился новый эфир. Поэтому мы говорили о том, что есть те технологические факторы, и не только, которые обеспечивают постоянный рост криптовалюты. Да, мы наблюдаем некие откаты с течением времени, и на графике мы, опять же, можем, как коррекция достигает порой и 70-80% от максимальных значений. Но в целом тренд остается устойчиво восходящим. Биткоины хранятся на специальных кошельках, которые могут быть в онлайн-сфере, расположенные на жестком диске компьютера, либо даже на мобильном устройстве. То есть именно там, в цифровом, опять же, варианте, потому что это цифровая валюта, хранятся биткоины, которые можно использовать для расчетов, либо просто держать на кошельке, рассчитывая на то, что их стоимость в скором времени вырастет, и можно будет продать их по гораздо более интересной цене. Так вот, мы начали говорить о том, почему фундаментально так изначально сложилось, что биткоины и другие валюты постоянно увеличиваются в цене. Прежде всего, мы отмечаем, что сама технология, опять же, этому способствует. Плюс немаловажный фактор заключается в том, что для того, чтобы поддерживать рост какого-то актива, нужно, чтобы был постоянно новый приток капитала в эту сферу. Скажем, нельзя постоянно обеспечивать рост какого-то инструмента, будь то акция, скажем, какой-то компании, либо валюта, например, без притока новых инвестиций, нового капитала в эту сферу. То есть, как только этот денежный поток, можно так обозначить, снижается, мы увидим либо замедление темпов роста, либо и вовсе коррекцию и дальнейшее снижение. Так вот, почему перспективы у биткоина еще остаются? Потому что далеко не все еще понимают, что это, и далеко не все еще начали работать с данным инструментом. Опять же, если мы более детально изучим саму суть, структуру и технологию криптовалют, то мы поймем, это станет очевидно, их польза для финансовой системы в целом. И, конечно, у нас, вероятнее всего, появится желание в этом поучаствовать. Опять же, один из факторов, которые влияют на рост стоимости, это то, что называется попросту психологией человеческой, потому что и психологией финансовых рынков. Неоднократно история знала примеры, когда стоимость какого-то актива раздувалась во много-много раз, правда, затем следовали, конечно же, коррекции. Этот пузырь схлопывался. Вы можете изучить историю различных финансовых кризисов и обнаружите, что чаще всего они были вызваны именно тем, что какой-то актив очень сильно был переоценен. Так вот, это отчасти возможно потому, что те участники рынка, которые видят рост какого-то актива на множество, на несколько сотен процентов, скажем, за год либо несколько лет, конечно же, хотят заработать на этом движении и вкладывают свои средства. Причем, если используется какой-то заемный капитал, например, то это еще больше провоцирует рост того или иного актива. Но, опять же, учитывая, что все-таки криптосфера пока еще не так развита, можно ожидать того, что далеко не все знают и не все используют данный инструмент. Поэтому, опять же, перспективы роста для биткоина еще сохраняются, на наш взгляд, причем они довольно существенные. Существенные, да, безусловно, затем может последовать откат, снижение, коррекция, может быть, даже на 50-70%, как мы это видели ранее. Но вот пока ситуация довольно противоречивая, мы сейчас на график чуть позже перейдем к биткоинам, и вы поймете, о чем именно я говорю. Самый важный момент, который стоит отметить, заключается в том, что большие деньги, если можно их так назвать, то есть капитал крупных инвестиционных компаний, хедж-фондов, пока еще официально не может работать с данными классами активов. То есть существенный объем рынка ликвидности и денежного рынка пока еще не задействован в криптовалютах напрямую. То есть, возможно, каким-то косвенным образом они так или иначе имеют возможность инвестировать в данные активы, но пока это все не имеет официального статуса. И как только мы увидим запуск специальных инструментов, производных на официальных биржах, в частности, речь идет о том, что Чикагская опционная биржа планирует запустить опцион на криптовалюту уже до конца. Нынешняя борьба в начале следующего года, также Нью-Йоркская биржа активно прорабатывает в данный момент и даже про московскую биржу были слухи. То есть, если мы увидим, что официально смогут большие деньги и крупные участники рынка в данную сферу инвестировать, то, конечно же, мы станем свидетелями новой волны и роста криптовалют в целом. Поэтому, безусловно, потенциал для роста еще сохраняется. Ну и не будем забывать о том, что начало официального признания криптовалют только положено. Пока это сделала официально лишь Япония, но Австралия и Вьетнам собираются это сделать. Но, тем не менее, опять же, признание со стороны новых стран будет способствовать дальнейшему увеличению стоимости криптовалют. Ну, пожалуй, на терминах блокчейн и ICO мы подробно сегодня останавливаться не будем. Блокчейн – это просто название технологий, на которой основаны биткоины и другие криптовалюты. А ICO – это способ привлечения инвестиций, который появился благодаря такой криптовалюте, как эфир. Ее мы тоже проанализируем несколько позже. Это тоже довольно интересный инструмент для торговли, поэтому обязательно его перспективы мы обсудим на ближайшие недели. Так вот, переходим постепенно к торговле криптовалютами. Можно ими торговать либо через специальную биржу, либо через брокерскую компанию. Вот компания Markets является регулируемым брокером. На данном слайде вы видите, в принципе, все плюсы использования торговых счетов в компании брокерской. В отличие, вот, опять же, биржи криптовалют. На них подробно останавливаться я, пожалуй, сегодня не буду. У нас уже четвертый вебинар по счету. Мы ранее это подробно обсуждали. Ну, лишь кратко можно заметить, что надежность компании подтверждается наличием физических офисов, защитой клиентов на сумму за 20 тысяч долларов США, удобным способом пополнения и снятия торгового счета, ну и, конечно, платформой Medecryder 4, которая позволяет рынки анализировать досконально. Что ж, на этом теоретическая часть в целом окончена. Сейчас я включу трансляцию моего рабочего стола, чтобы мы перешли в торговую платформу MT4 и посмотрели на нынешней ситуации, то, что мы можем сделать, какие сделки можем открыть именно по криптовалютам. Попрошу сейчас вас поставить также плюсы в общий чат, если вы будете видеть мой экран. Если вам виден терминал и рабочая область, то, пожалуйста, поставьте также плюсики в общем чате. Да, отлично, я вижу, дальше можно не продолжать. Итак, сегодня мы видим снижение биткоина. Есть ряд и фундаментальных на то причин, но скорее здесь имеют место быть в первую очередь именно технические факторы, так называемый технический анализ. Если вы с ним хотя бы немного знакомы, то вы можете оценить силу тех уровней, которые сейчас обозначены на торговой области. У нас есть ярко выраженный нисходящий тренд, правда локальный. Если мы посмотрим на, скажем, дневной график, то очевидно, что актив двигается в восходящем тренде, но вот локально мы находимся именно в движении вниз. Буквально сегодня мы вновь не смогли преодолеть метку в 4000 долларов за один биткоин. Это важный уровень, исходя из того, как работают крупные участники вблизи данного уровня, и по сути определяется дальнейшая судьба инструмента. Мы видим, что данный уровень является зеркальным, то есть долгое время мы не могли отметку в 4000 долларов преодолеть с верху вниз, ее поджимали в верхних значениях, но сейчас мы уже находимся по другую сторону от этого уровня, и сегодня цена уже отбивается именно вниз от данной отметки. Вот я думаю, самое время обсудить ситуацию с Китаем, коли уж мы смотрим на график биткоина, и понять, почему же Китаю так важно, и есть у них на самом деле такое стремление, сбить курс криптовалют и биткоина как можно ниже. Все дело в том, что если вы помните конец прошлого года, то мы отмечали, что именно со стороны Китая был повышенный спрос, интерес к биткоину, и именно за счет во многом спроса граждан Китая на криптовалюты мы видели резкий рост котировок данного актива. Опять же, откуда идут эти корни? Все дело в том, что Народный банк Китая всеми силами борется с оттоком капитала, то есть с покупкой гражданами своей страны валюты, там уже давно нельзя купить, скажем, доллары, либо евро, и поэтому многие устремляются именно на рынок криптовалют, покупая биткоин, скажем, эфир, либо другие цифровые монеты. И вот на самом деле, поняв ближе к середине и концу этого года, что проблема с оттоком капитала не решается, что большая часть денег уходит на рынок криптовалют, вот Народный банк Китая принял решение запретить сначала ICO на своей территории, то есть компании по привлечению инвестиций для молодых стартапов на базе криптовалюты эфир, мы об этом уже немного сегодня говорили. И вот, более того, появились слухи о том, что и биржи криптовалют в Китае будут закрыты, несколько из них уже объявили на сегодняшний день о том, что они прекращают свою работу с 30 сентября, но в то же время несколько из таких организаций пока еще сообщают о том, что они будут работать дальше, несмотря на все те слухи и предполагаемый запрет со стороны регулятора Китая. Поэтому, опять же, те тенденции по ограничению всяческого оборота криптовалюты, которые начались в Китае, не будут продолжены, но нужно отметить, что они будут продолжены именно локально в рамках этой страны. То есть каких-то подобных движений в других странах, которые не решают проблему с оттоком капитала, мы в данный момент не видим. Более того, есть, скажем, позиция уже официального регулятора от США и от Канады по поводу ICO. Они считают, что, скажем, те же самые ICO могут во многом регламентироваться теми же документами, что и IPO, то есть это то же самое привлечение денег, только уже официально путем размещения акций на фондовой бирже. Поэтому процесс официального оформления всех этих моментов уже начался. Поэтому, опять же, тот негатив, который поступает из Китая, будет все-таки отчасти компенсирован. Но вот возвращаемся к такому моменту, как психология участников рынка. Мы отмечали, что биткоин могут как очень быстро и резко выкупить, и он сильно вырастет, так его могут и резко начать продавать большими объемами. И мы буквально на прошлой неделе были свидетелями того, как быстро может падать биткоин. На самом деле, то, что мы сейчас видим на графике цены, говорит о том, что снижение продолжится в ближайшие дни. Поэтому, если вы еще не присматривались к продажам данного инструмента, я говорю про пару биткоин-доллар, то рекомендую вам это сделать. У нас, в принципе, сейчас есть уровень, от которого мы можем продавать. Более того, есть даже две отметки, помимо отметки в 4 050 долларов, о которой я уже говорил, отмечены на горизонтальной линии синего цвета на графике. Есть еще и отметка несколько ниже, ниже 4 000 за 1 биткоин. Именно пробив данный уровень, мы сегодня видим ускорение, поэтому в целом, если вы открываете сделку на продажу сейчас, то можно разместить стоп-лосс, то есть ограничить ваши потери автоматическим закрытием сделки, выше уровня в 3, сейчас я вам скажу точно данную отметку, в 3,860, 3,870. Примерно в этом диапазоне можно будет размещать стоп-лосс при открытии короткой позиции, то есть сделки на продажу, в данный момент времени. На самом деле, исходя из опыта торговли криптовалютой можно отметить, что следующей целью биткоина будет отметка 3 500, то есть вполне можно рассчитывать на снижение до этого уровня, если мы не увидим чего-то неожиданного, но, опять же, очень маловероятно, что начнут выкупать биткоины именно сейчас. Все-таки, вероятнее всего, будет гораздо лучшая цена для покупки биткоина, поэтому сейчас вряд ли кто-то будет это делать, и мы, вероятнее всего, увидим как раз-таки снижение до обозначенных мной уровней. Если мы окажемся ниже 3 500 долларов за единицу данного инструмента, то, конечно, далее будем тестировать вновь отметку в 3 000 долларов. Это вот именно тот момент, в котором мы наблюдали локальный разворот на прошлой неделе, если быть точным, то 15 сентября. В ходе прошлого вебинара мы также советовали продавать именно до этих значений и быть осторожным с продажами, потому что предвидели то, что будет, возможно, будет резкая попытка к массовым покупкам вблизи важных уровней. То же самое может повториться и сейчас, но сейчас ситуация несколько более сложная для покупателей биткоина, потому что, опять же, мы не смогли вернуться с значением выше 4 000 долларов за один биткоин. И в целом сейчас все идет к тому, что снижение продолжится, поэтому сейчас даже, скажем, меньше оснований для того, чтобы присматриваться к покупкам, нежели на прошлой неделе. Ну, мы основные цели по биткоин-доллар паре обозначили, уровни стоп-лосса и ограничения потерь тоже, поэтому двигаемся дальше. Еще есть небольшая порция новостей, она также не совсем позитивная. Дело в том, что власти США, именно налоговые агенты, налоговые службы, решили взять под контроль, под больший контроль сферу криптовалют и уже наняли специальных разработчиков и начали сотрудничать с сервисом по отслеживанию действий пользователей в сети интернет. И вот на самом деле скоро могут последовать санкции в отношении налоговых выплат именно. То есть те, кто ранее не выплачивал налоги, говоря простым языком, скоро их обяжут это делать, вероятнее всего, вот по той прибыли, которую трейдеры зарабатывают с торговой криптовалютой. Но опять же, это такой локальный информационный повод, который уже заложен в цене. Мы знаем, что те фундаментальные основания, которые появляются, они довольно быстро находят свое отражение на графике криптовалюты либо любого другого актива, если мы, скажем, говорим про те же валютные пары либо акции. Там ситуация аналогичным образом развивается. Поэтому сейчас думать о том, что это спровоцирует ускорение, пока не приходится. Пока у нас работают чисто технические факторы, то есть такие, как пробой важных ценовых значений, то, что уже было нами обозначено, и фактор психологии. То есть те, кто покупал биткоин ранее и все-таки еще пока удерживал эти позиции, постепенно их будут закрывать, потому что есть тенденция к изменению цены в худшую сторону. Поэтому вот эти продажи будут провоцировать новые сделки и дальнейшее движение вниз. Итак, переходим к паре эфир по отношению к доллару США. Мы несколько уровней наметили еще на прошлой неделе. Прежде всего, у нас есть вершина, которая остается пока непокоренной. Мы находимся довольно далеко от нее сейчас. И более того, в ближайшие часы, ну либо дни, смотря какой будет волатильность на рынках, мы протестируем отметку в 250 долларов за один эфир. Она соответствует линии восходящего тренда, которую вы видите на графике. Если уровень окажется пробитым, то мы увидим довольно сильное снижение. То есть пока можно говорить также о том, что эфир выглядит довольно слабо. Покупать его сейчас точно не стоит. Можно будет начать аккуратные покупки вблизи отметки 250, рассчитывая на то, что будет такой же отскок, как по биткоину на прошлой неделе. Но опять же, учитывая общий фон и то, что биткоин снижается сейчас, скорее стоит рассчитывать на пробой данного уровня и уже затем входить в сделки на продажу. Эфир по отношению, опять же, к доллару. Цели в таком случае находятся первые на отметке в 200. Это круглое значение, плюс там было скопление объема в прошлых движениях. И следующая отметка – это 160 и даже 130 долларов за один эфир. Вот подобные движения станут возможны, если мы опять же сначала увидим пробой обозначенного выше уровня поддержки, горизонтальной, которого синего цвета на графике. И затем уже мы будем наблюдать ухудшение ситуации. Если не появится какого-то позитива, либо если не развернется биткоин в ближайшие дни, то эфир будет падать. Он имеет довольно серьезный потенциал для снижения. Похожая картина и по эфир-классик, мы уже отмечали сегодня, что это ранее одна и та же криптовалюта, которая разделилась впоследствии на две, поэтому во многом их движение похоже, хотя по эфир-классик сейчас несколько меньше ликвидности, то есть там меньше денег, меньше сделок, чем по обычному эфиру, и поэтому чуть меньше волатильности. Цена просто двигается и меняется на меньшее количество пунктов. Но буквально сегодня мы, если по обычному эфиру мы еще не видели пробоя важного уровня, то по эфир-классик этот пробой уже состоялся. Причем как на дневном графике, так и на четырехчасовом. Сейчас мы двигаемся вниз, то есть у нас уже есть сигнал на продажу по паре эфир-классик, вот опять же в отличие от обычного эфира. Поэтому, кто не успел, может продавать сейчас данный инструмент. Цели будут вблизи минимума прошлой недели. Первые – это отметка 8,28, 8,29 примерно. С нынешних 10,20 – это около 20% от текущей цены. То есть можно даже без использования кредитного ключа заработать 20% за довольно короткий промежуток времени. Опять же обозначим такой момент, что возвращаться к покупкам, если вы планируете купить сюда в ближайшее время, эфир-классик, например, можно только после закрепления выше главных ценовых ориентиров. То есть в нашем случае выше отметки в 10, в 10,90, то, что мы пробили сегодня, и отметка 12 долларов за один эфир-классик. После пробоя этих значений и дальнейшего роста мы сможем уже говорить точно о том, что продолжится рост по инструменту эфир-классик. Пока же мы можем говорить о том, что тенденция на снижение будет продолжена в ближайшие дни, поэтому также смотрим именно в качестве продаж по данному инструменту. Вот задробную тему разделения одной криптовалюты на несколько. Дело в том, что одним из факторов, который влияет на снижение биткоина сегодня, вполне может стать такой момент, как предполагаемое разделение. Очередное разделение биткоина уже на три ветки получается, потому что у нас сейчас есть биткоин и биткоин кэш, который появился 1 августа. Так вот, появилась информация о том, что в сообществе биткоин в целом есть большое недовольство относительно того, как долго обрабатываются переводы между пользователями системы. На самом деле переводы в биткоинах из-за роста количества этих операций стали заметно дольше происходить. Я и сам об этом убедиться. Буквально на прошлой неделе. Если раньше транзакция обрабатывалась за 5-7 минут примерно, то сейчас нужно ждать до 15 минут, пока перевод поступит получателю. И, конечно, многих это не устраивает. Плюс есть вопрос по комиссионным издержкам, которые приходится платить за проведение платежей. Поэтому вот назревает недовольство внутри пользователей системы. И вполне возможно, что уже в ноябре текущего года мы увидим очередное разделение биткоина и появится еще дополнительное третье ответвление в данной технологии, если можно ее так назвать. И поэтому, опять же, этот сигнал может очень, эта новость негативно влиять на перспективы биткоина в ближайшие дни. То есть мы помним, как перед 1 августа мы также наблюдали довольно противоречивые движения на рынке, были тенденции к снижению. Это вот еще момент перед августом. Так, секунду, я сейчас покажу на графике этот момент. Август текущего года, точнее июль. То есть перед событиями августа мы также могли видеть снижение и повышение давления на биткоин. То же самое может повториться и в данный момент. Поэтому, опять же, вот есть, повторюсь, фундаментальные причины для того, чтобы биткоин продолжил свое снижение. Будем наблюдать за развитием ситуации. Я уже видел, что в нашем чате был анонс нашего канала в Телеграме. Там все самые актуальные и свежие торговые идеи по криптовалютам мы размещаем. И есть все новости по данной сфере. Поэтому, в любом случае, вы не останетесь вдалеке от событий. Поэтому я бы вам советовал, на самом деле, к этому каналу присоединиться и получать все актуальные новости и торговые идеи от нас именно в Телеграм-канале. Двигаемся далее. У нас на очереди криптовалюта Zcash. Мы на прошлой неделе наметили восходящий канал по данному инструменту. Вы можете видеть его на графике. Был отличный сигнал на продажу после пробоя этого канала. То есть мы видим, что цена находится в рамках восходящего тренда. Есть восходящая консолидация. Границы канала есть, но затем она выходит за его пределы, вниз причем. И, конечно, в момент, когда был пробой, мы с трейдерами компании продавали криптовалюту, эту данную в тот момент времени. И, на самом деле, я считаю, что можно делать это и сейчас. У нас также нет каких-то сигналов к росту. Но здесь еще нужно несколько слов сказать о том, что все-таки криптовалюты между собой коррелируют. И если мы посмотрим на график той или иной из них, то увидим, что, например, по отношению к биткоину они сильно привязаны. И если, скажем, падает биткоин, причем падает сильно, вряд ли мы увидим, что какая-то криптовалюта сильно растет. То есть мы можем видеть это на бир-валютах, где есть какие-то, скажем, низколиквидные криптовалюты, новые, которыми, в принципе, активно еще не торгуют, либо у них какая-то своя фундаментальная история, есть какая-то новость, возможно, вышла. Но вот по основным, по крупным криптовалютам эта тема, пожалуй, что не работает. Поэтому сейчас, пока мы видим снижение биткоина, я бы вам не советовал покупать что-либо другое, вот кроме, опять же, каких-то низколиквидных инструментов, но с ними нужно быть очень-очень осторожным. Потому что мы не даром выбрали именно 8 криптовалют для наших клиентов в качестве торговых инструментов. Все дело в том, что это самые высококапитализированные криптовалюты, по ним всегда есть объем, то есть всегда можно закрыть сделку, независимо от того, на покупку и продажу она стоит. Не будет такого, что происходит какое-то резкое проскальзывание, то есть плохая цена. Например, мы хотим закрыть сделку по цене 50 в терминале, а в итоге видим, что объема по этой цене нет, и нас закрывают, скажем, по 40, либо по 35. То есть такого здесь не будет. Поэтому, опять же, повторюсь, будьте внимательны и осторожны при торговле с низколиквидными криптовалютами на бирже, если вы это практикуете в своей деятельности. Двигаемся далее. У нас на очереди Монеро. Это главное открытие августа и начало сентября. С сентября тоже именно на Монеро мы заработали наибольший доход в прошлом месяце. Буквально с 40, с 50 долларов цена выросла до 150, и все это за несколько дней. Но вот затем довольно классическая история, когда после сильного роста следует и коррекция, то есть возврат к тем уровням, которые были пробиты ранее. Сейчас мы также можем говорить о том, что Монеро стоит продать. У нас есть на графике такая фигура технического анализа, как треугольник, либо как вымпел можно ее обозначить. Все, кто знаком с теханализом, я думаю, понимают, о чем я говорю. То есть мы видим некое сужение, некую консолидацию. И сейчас выходим за рамки данного диапазона. Вот по сути то же самое, что было у нас по Биткоину буквально сегодня. То есть была узкая консолидация, правда горизонтальная. То есть она была полностью горизонтальная по Биткоину, но несколько под наклоном по Монеро. И мы выходим за рамки этой консолидации. То есть это означает, что, скажем, те, ну если мы более детально будем разбирать ситуацию, то те, кто надеялся на покупку и на рост, точнее надеялся на рост и покупал Монеро вот в данный момент, это буквально больше шести торговых дней, здесь могли трейдеры покупать Монеро. Они будут закрывать эти позиции сейчас, потому что мы опять же пробили важный уровень. У нас в любом случае сработали стоп-лоссы по многим из этих позиций, так как, я думаю, многие ограничивали свои потери именно постановкой стоп-лосса за данный диапазон. Поэтому, конечно, мы увидим продолжение нисходящего импульса в ближайшие часы и в ближайшие дни тоже. Более того, если мы уберем, скажем, эти линьи с графиков, у нас можно еще обозначить такой довольно важный горизонтальный уровень, можно построить его именно так. Почему? Потому что у нас был момент в августе, опять же, сейчас я желтым цветом обозначу эту область, был момент, когда мы находились вблизи максимальных значений, там также набиралась позиция большим объемом на покупку, и затем после этого уже произошло ускорение. Вот мы видим с 85 до 150 долларов тогда был рост, и если мы сейчас окажемся ниже отметки в 86-85, то те, кто покупал еще по тем ценам в августе, также начнут свои позиции закрывать, и мы увидим дальнейшее снижение в район 70 и далее 60 долларов за один Монеро. Поэтому, опять же, к данному инструменту советую вам присмотреться. Это может быть довольно перспективно. Так, секунду, скажите, у всех ли есть изображение? Потому что, да, отлично, потому что я вижу, что у кого-то изображения не было. Да, отлично, двигаемся дальше. Попробуйте перезапустить трансляцию. Те, у кого изображения нет, видимо, у вас просто нестабильный интернет-соединение, и вы периодически пропадаете, либо отсоединяетесь от нас. Ну что ж, да, двигаемся дальше. Что касается вопроса Андрея по поводу того, что мы используем в анализе рынка и в его оценке, то я думаю, что на основе сегодняшнего вебинара вы уже могли свидеть о том, что мы используем фундаментальный анализ, прежде всего, то есть те новости, которые публикуются, а также технический анализ, то есть те уровни, по которым происходят покупки и продажи большого количества единиц криптовалюты. Поэтому это самое главное, что вообще существует в анализе, и на самом деле это по большому счету единственный правильный подход, поэтому вам советую с тех анализом поближе познакомиться. Так как на графике мы видим все, по сути, активности, все сделки, которые совершали трейдеры со всего мира. То есть мы видим там, где области, где происходит консолидация, скажем, области, где есть противоречия, где непонятно, куда цена пойдет, и затем видим моменты, когда уже становится очевидно, что цена пойдет в ту или иную сторону, потому что, скажем, покупатели или продавцы на рынке начинают преобладать. Поэтому построение уровней – это довольно важное явление и довольно нужный навык. Итак, двигаемся дальше. У нас на очереди Litecoin. Мы на прошлой неделе также говорили о том, что пока еще не было явного сигнала на продажу по данному инструменту, потому что был восходящий тренд на дневном графике. Но вот мы видели все-таки, что цена опускалась ниже этих значений, опускалась с 46 до 31 доллара в моменте, но довольно быстро вернулась. Поэтому мы изначально даже совершили ряд сделок на покупку на прошлой неделе. не закрылись по стоп-лоссу с небольшим убытком, либо без убыток. Потому что на самом деле можно было вполне покупать данные линии здесь. Это была правильная сделка, на мой взгляд. Учитывая, что и по... наблюдались повышенные объемы на покупку на прошлой неделе, был шанс рассчитывать на рост по Litecoin. Но сейчас уже можно сказать однозначно, что будет снижение продолжаться, потому что мы оказались ниже данного ценового значения, ниже этой линии тренда. Поэтому, опять же, если мы говорим о целях на ближайшую перспективу, то с текущих 46 долларов мы можем упуститься до 40 и затем до 33 в самой ближайшей перспективе. То есть, повторюсь еще раз, многие движения по криптовалютам коррелируют с движением по биткоину, поэтому, опять же, нужно это учитывать. Если биткоин снижается, то не нужно. По возможности не нужно покупать другие криптовалюты, по крайней мере, из тех, которые есть у нас в компании. Видел вопрос о том, откуда графики, и что это вообще такое. Скажу несколько слов. Мы компания Амаркетс, финансовый брокер. Я сейчас могу даже отправить вам ссылку в общий чат. И трейдеры через нас получают возможность торговать активами, валютными парами, различными товарами, акциями, облигациями и в том числе криптовалютами. Те графики, которые вы видите, это специальная торговая платформа, которая называется Метатрейдер 4. Платформа для совершения сделок. То есть в этой платформе можно купить, вот я могу нажать торговля, новый ордер, и купить или продать любую криптовалюту каким-то объемом, например, объемом 1 лот. Вот, sell, buy. Здесь также есть довольно широкий перечень инструментов для анализа рынка, в частности, встроенные индикаторы, более 20 индикаторов, которые помогают принимать торговые решения. Ну и, конечно, все инструменты для технического анализа также в ней есть. Вот, что касается части такой методологии и немного теории. Итак, что касается криптовалюты Dash Coin, мы про нее тоже всегда говорим. Ситуация во многом похожа на Litecoin, за одним исключением. У нас все-таки гораздо меньше коррекционные движения по данной криптовалюте. Она, что называется, на языке трейдеров выглядит сильнее рынка в целом. То есть, пока все довольно много теряют в цене, она даже росла в последние дни. И вот лишь сегодня начинается тенденция к снижению. Вот опять же, повторюсь, что не стоит покупать ничего, когда падает биткоин. Но вот, если бы не этот факт, то можно было вполне к покупкам Dash Coin присмотреться. Однако, я бы сейчас обозначил отметку именно в 353 доллара. То есть, выше красного ценового уровня. Именно выше этого значения стоит начинать покупки. Если вы все-таки планируете это сделать по данному инструменту, это вполне будет правильно. Но, опять же, ни в коем случае не раньше. Потому что сейчас мы видим, что есть движение вниз. Вероятнее всего, оно также продолжится в ближайшие дни вслед за другими криптовалютами. Поэтому к покупке нужно держать в голове, но лишь от конкретного ценового значения. Пока же их совершать не нужно. Ripple – это самая доступная криптовалюта. Она стоит всего лишь 16 центов в данный момент. Но покупать ее также пока не стоит. Она будет тестировать буквально сегодня, либо завтра круглое значение в 16 центов за одну монету. И если вдруг провалится ниже, то будет еще гораздо-гораздо дешевле. То есть ее вполне можно будет покупать позже, но уже по 12, может быть даже по 10 центов, что примерно 40% от текущей цены. Даже больше, около 60. Там получается. Поэтому пока так же. Вот если мы сегодня отмечали, что по некоторым криптовалютам уже есть точный сигнал для входа в позицию, то по Ripple пока точного сигнала для входа в позицию нет. Здесь открывать сделку, пожалуй, пока не стоит. Но можно будет вернуться в рынок с покупками выше 18 центов и при наличии позитива в целом по рынку. Но либо, что более вероятно, с продажами ниже отметки в 16 центов за единицу. Вот мы обсудили 8 основных криптовалют с наибольшей капитализацией. Те, которые есть и доступны для торговли в нашей компании. Переходим к следующему довольно интересному инструменту. Это инструмент не для торговли повседневной, а для долгосрочных инвестиций. Дело в том, что мы в компании сформировали инвестиционный портфель, который включает в себя три основные криптовалюты. Это биткоин, лайткоин и эфир. По мере необходимости, по мере появления на то сигналов, туда будут добавляться дополнительные криптовалюты, в том числе с большим потенциалом к росту. И, конечно, в долгосрочной перспективе портфель однозначно будет в цене расти. Но вы можете использовать его и для открытия коротких позиций. Вот сейчас вы видите график по портфелю. Можно отметить, что довольно сильно прибавил он в цене с августа по сентябрь порядка 50%. Если быть точным, он прибавился вот за один месяц буквально. Но затем последовала коррекция, все логично, вслед за биткоином и другими криптовалютами он последовал вниз. Поэтому, если вы хотите заработать, скажем, на снижении в том числе, то вы можете открыть сделку и на продажу. По данному портфелю в чем плюс? Плюс в том, что вы снижаете свои риски тем, что покупаете или продаете сразу несколько криптовалют по отношению к сделке, скажем, с одной из них. То есть, есть такое понятие, как диверсификация рисков, что активно используется инвесторами на фондовом рынке. И здесь данный принцип также очень хорошо работает. То есть, можно, купив один инструмент, снизить риски по отношению к сделкам с каждым из входящих в этот портфель активом. Поэтому, опять же, советую вам внимательно посмотреть на данный портфель. Его можно купить всего за 150-160 долларов примерно. Там учтен дробный лот. Поэтому вы покупаете не, скажем, один полный биткоин, либо один полный эфир, а определенную пропорцию, определенное соотношение. Вот информацию по портфелю я, с вашего позволения, тоже в общий чат направлю. Если кому-то интересно, то вы сможете посмотреть данную информацию. Да, и теперь я думаю, что есть несколько минут на то, чтобы обсудить те нововведения, которые есть у нас. Прежде всего, для тех, кто смотрит нас сейчас и планирует начать торговлю криптовалютами, мы предоставим специальный торговый бонус 25% на сумму вашего пополнения, если вы решите, скажем, начать совершать сделки на рынке с использованием криптовалют. И помимо этого, мы разработали специальную книгу, которая содержит в себе торговой стратегии, большой объем фактической информации. Вот также зрители этого вебинара получат эксклюзивное право первыми данной книгой воспользоваться и ознакомиться с ней. Помимо того, бонуса 25%, который я уже обозначил. Следующий интересный момент. Мы, наконец, запустили дробный лот. То есть, если раньше у нас, скажем, минимальный депозит для торговли биткоином составлял порядка 500-600 долларов, то теперь эта сумма составляет буквально в 10 раз меньше. То есть, нужно, скажем, 50-60, чтобы просто открыть сделку и чтобы начать получать какой-то первый доход с изменения котировок на криптовалюту. Поэтому вы можете тестировать торговые условия в том числе на демо-счетах. Демо-счета – это такие же счета, как реальные, только на них не настоящие деньги находятся. То есть, ваши прибыли либо убыток, они виртуальные. Поэтому, опять же, можете тестировать торговые условия либо на демо-счете, либо с небольшим капиталом на реальном торговом и затем уже переходить к торговле с основным капиталом на реальном счете. И еще очень интересный момент. Мы запустили счета в валюте биткоин. То есть, это биткоин-счета полноценные. Вы можете сделать пополнение этого счета напрямую с биткоин-кошелька без конвертации, без комиссий и торговать имея на счете торговым именно биткоином. Затем, также можете вывести обратно прибыль, основной капитал без конвертации и без, опять же, комиссий. Поэтому, это очень удобно для тех, кто уже купил криптовалюту на кошелек и пока не хочет конвертировать ее в доллары. Потому что, обычно, торговые счета у брокера открываются именно в долларах США. Но вот мы это не из первых, кто запустил счета в валуте биткоина. Поэтому, опять же, это очень долгожданный проект, который был реализован. И мы уже видим довольно большой спрос на данные счета. По сути, вот те преимущества, которые мы обозначили в торговле торговли через брокера, а не через биржи криптовалют в начале нашего вебинара, они еще и дополняются тем, что можно удобно пополнить счет и удобно вывести сумму обратно. Напомню, что комиссий на пополнение в таком случае не будет. Вот, по большому счету, это все те новости, которые у нас для вас есть на сегодняшний день. Еще раз напомню про телеграм-канал, можете также в нем поучаствовать во всех обсуждениях. какие-то свои идеи торговые предоставить, либо задать вопрос аналитикам нашей компании, я уверен, что это для вас будет довольно полезно. Что касается дробного лота и портфеля криптовалют, то эти продукты уже запущены, они работают и ими можно пользоваться. Поэтому, в целом, я вижу, что каких-то серьезных вопросов на обсуждение на текущий момент нет, вы можете задать их опять же в нашем телеграм-канале, поэтому на сегодня будем заканчивать нашу трансляцию, в следующий четверг в это же время, в 19.00, мы с вами также увидимся, обсудим те события, которые за эту неделю произойдут, обсудим наши торговые идеи, которые мы обозначили сегодня, уверен, что большинство из них будет реализовано и мы сможем с вами на этих движениях заработать. Поэтому всем успехов в торговле, либо в начале знакомства с данной сферой, я уверен, что вы не пожалеете о том, что начали развиваться в этом направлении и тем более делать это вместе с нами. На этом все, всем спасибо и увидимся буквально через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 Добавил субтитры